Только высшие сорта – картошка, ячмень, овес, горох и соя. На этом овощном полигоне, или как его называют аграрии, демонстрационном поле, Республиканский Ростельхоз Центр проводит экспериментальную посадку семян. Суть эксперимента – проверить, как приживутся на ингушской земле оригинальные сорта привычных овощных плодов. Это лабела, роза, лилии и не только. Их отличает самое лучшее качество. В основном это новые, тем более для нашей республики, семена. Это гибриды в основном. Конечно же, если подойти правильно к каждому сорту, к каждому культуре, можно получить, например, пшеница, ячмень до 100 центнеров с гектара. Прижились ячмень, овес, прижился уже и картошка. Ну, тронется. Вегетация идет, короче говоря. Идет вегетация всех сортов. Для полного завершения эксперимента осталось высадить семена кукурузы и подсолнуха. Сейчас аграрии ждут подходящей погоды. Весь необходимый объем семян для засева демонстрационного полигона предоставил германский семенной альянс. А представители Ростельхоз Центра обработали почву, провели технологический уход и внесли удобрения. Это крупнейшая в нашей стране фирма, организация. Это германский семенной альянс. И у нас они представлены только в нашей республике, на Северном Кавказе. И в дальнейшем мы хотим, чтобы их семена, их сорта закупались нашими сельхозтоваропроизводителями, чтобы была высокая урожайность для нашей республики. Это очень важно, так как у нас малоземелья. Ростельхоз Центр был создан в 2007 году. Это своего рода станция защиты растений, занимающаяся определением пассивных и сортовых качеств семян. Этот исследовательский центр единственный в своем роде на Северном Кавказе. Он рассчитан для исследования культур не только нашей республики, но и создан в помощь сельхозпроизводителям соседних регионов. Филиал Пагуро-Сельхоз Центр последние несколько лет занимается проведением демонстрационных опытов по испытанию пестицидов, агрохомикатов и семян перспективных новых сортов сельскохозяйственных культур. Мы работали с фирмой «Август», испытывали средства защиты растений на базе губ АПХ Нестеровская, губ имени Асканова. Результаты были очень хорошие. И мы сельхозтоваропроизводителям рекомендовали, чтобы они завезли и использовали вот эти вот средства защиты растений. В Ростельхоз Центре проводят и диагностику заболеваний растений на ранней стадии. Лаборатория, в которой исследуют образцы овощных плодов, уникальна. Врачи Центра могут определить даже ДНК и РНК растений. В этом кабинете у нас проходит последняя стадия анализа. Это значит у нас уже непосредственно чипирование, так называемое чипирование. Мы, если вы заметите, вот у нас такие чипы. В эти чипы мы раскапываем этот патоген при определенной топологии. Раскапали, мы вставляем аппарат, который называется амплификатор. Мы узнаем, какой вирус и какая бактерия находится в этом картофеле. Эксперименты на полях продолжаются. Сейчас сельхозработники засеивают еще 40 гектар кичменя. В прошлом году мы тоже проводили испытания, испытывали 7-8 сортов сельскохозяйственных культур, в том числе кукуруза, подсолнечник, соя, овес и прочие культуры. Результаты были очень хорошие. Превышали вот эти вот культуры в пределах 2-2,5-3 центнеров по сравнению с нашими полями. Главная цель всех этих экспериментов, как и деятельности Россельхозцентра, развитие передовых инновационных технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Результат этой работы виден уже сейчас. На праздновании Всероссийского дня поля в нашей республике больше всего внимания гостей привлекла на себя продукция, выращенная совместными усилиями ингорских и немецких аграриев. Качество плодов приятно удивило и директора Россельхозцентра страны. Он отметил, что Ингушетия – первый регион на Северном Кавказе, где было решено вырастить новые сорта овощей с учетом агроклиматических условий субъекта. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.